друзья здравствуйте сегодня хочу поговорить о акклиматизации ванд когда они приходят заказов как их акклиматизировать на наши домашние условия потому что содержать их с открытой корневой вот как у меня еще есть ванны которые еще не отправлены вот они приходят в таком состоянии в наших условиях их так выращивать нельзя объясню почему наша влажность составляет летом от 30 до 40 процентов ванды в таких условиях ну с открытой корневой просто не растут они начинают подсыхать начинают чувствовать себя намного хуже поэтому в наших условиях их лучше всего садить на видео здесь видно мои старые ванды как старые давно в коллекции они у меня посажены в корзинках и в кору здесь деревянные корзинки в кору они цветут постоянно растут это очень крупные растения тут вот ванд ванд у меня немного именно из-за размеров растения растут большие для начала я не всегда их сажу в корзинке их достаточно тяжело потом поливать их нужно замачивать на сутки потом вытаскиваешь там через дня три это в наше лето жаркое замачиваешь и обратно проще всего их садить в горшки они не обязательно должны быть прозрачные они могут быть темные это ванды посажены недавно это ринха стилис ринха стилис спот здесь ванды как они посажены ванда вместе с сеточкой садится и закладывается вот такими кусками коры поливается она на пролив где-то раз в три дня летом и зимой раз пять дней внизу в горшке делаются дырочки куда вода стекает и все растут замечательно цветут я потом сейчас дойду до ванды который у меня в теплице уже где-то восемь месяцев то что они сбрасывают нижние листья это нормально это не болезнь здесь можно увидеть это был ожог видно он попал под прямой солнце здесь тоже часть листа сбрасывает я не трогаю некоторые даже уже дали цветоносы до этого тванда у нас цветоноса пробую показать его вот ванночка то что вот отпал вот этот лист отпадает это это не гниль это просто сбрасывает нижние листья бывает еще сбрасывает тоже покажу что все нужно показывать наглядно многие боятся ой ужас у меня ванда пропадает то же самое здесь вот эти листья на сбросе дальше будет расти хорошее растение тут больше маленькие ванды здесь есть вообще который имеет плохие корни поэтому я посадила в архиату и даже мельче так что здесь у нас есть красная тоже посажена вместе с корзинкой кора тоже буквально сегодня буду поливать вот вот дошла я до ванды которая у меня вот месяцев 7 она была просто маленькая очень у меня не купили из-за размеров сейчас можно увидеть что она обросла корнями она имеет хорошую корневую систему и корней которые пришли с таиланда и чаще всего она скидывает а именно вот наших нарушенных домашних корней и вот вандочка выросла белый налет это у меня налет от удобрений воды можно это все смывать но мне лично некогда дальше покажу аэрангис мультифлор это растение красивая очень имеет красивое цветение ну вот бывает вот кто-то мне расскажет что это гниль нет это не гниль от транспортировки такие растения теряют листья на тех местах где они были повреждены поэтому так вот я резала такое растение пополам и все внутри вся весь ствол он был чистый поэтому это растение живое просто не имеет листья ванды ванды белые они очень вредные в доставке поэтому они словили бактериалку я их обработала вот эти вот листья желтеющие она скинет вот уже часть листа скидывает ствол можно видеть чистый все же вместе с желтизной она скинет будет немножко лысоватое но растение живое то же самое происходит и в той ванды я их обработала до канила поэтому вылечим будет дальше расти здесь у нас тоже аэрангис то же самое у него голый ствол ну ствол живой корни хорошие ну то же самое как и где как она называется ринхостилисы имеет маленькую корневую систему ну вот такой маленький обзор как акклиматизировать ванды пока пока а